Итак, добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами разбираем тему построения наших фасадов. Мы с вами разберемся, какие необходимые слои нам использовать для моделирования, вообще как это строится и как будут отображаться все необходимые проекции. Я буду смотреть две проекции, вы будете делать четыре проекции. Это видео, что касается моих студентов, кто просто рассматривает, как делаются фасады, наблюдайте, что вам необходимо и, соответственно, черпайте нужную вам информацию. Итак, давайте приступим. Я, опять же, базируюсь на том же самом автокадовском файле. Проектирование происходит в Autodesk Autocad 2020 года, студенческой версии. Вот, что я буду делать теперь. Для построения наших планов фасадов нам необходимо сделать основные три вещи на самом деле. Это первое, создать необходимые слои. Второе, это копировать необходимое альтоображение и уже в дальнейшем перейти к моделированию. Я сейчас себя выключу, чтобы немного вы могли поработать. Для начала я выбираю план моего первого этажа и копирую необходимые элементы. Просто вбок, куда-либо, вбок, вправо, влево, вверх, вниз, куда угодно скопируем наш план первого этажа. Дальше, что мы с вами делаем? Выделяем план второго этажа и копирую тоже его. Многие зададутся вопросом, у меня нет плана подвала. Мне он на самом деле и не понадобится. Сейчас для построения наших фасадов недостаточно будет плана первого этажа. И вы потом поймете. Итак, я переверл линию копирования нашего плана второго этажа. Вот я тяну план второго этажа и накладываю ось на ось, чтобы никуда мне не промахнуться. И на самом деле накладываются, и пускай накладываются, мне не нужно на это обращать внимание, я уже в дальнейшем буду выполнять моделирование. У нас планы отдельно, фасады пойдут отдельно. А то, что накладываются дополнительные изображения, они останутся у всех, они останутся для проверки чертежей, чтобы преподаватель мог понять, как вы правильно или неправильно переносили. И сейчас расскажу основные ошибки. Заходим в свойства слоя и создаем новые слои. А конкретно первый слой. Фасад 0,5. Слой мы выбираем любой. Отличный от того, что использовалось по проекту. Континес 0,5. Это будет основная наша линия. Толстая. Фасад 0,5. Цвет отличный от того, что использовалось по проекту. Континес, она будет непрерывная. 0,5. Следующий фасад 0,25. Фасад 0,25. Цвет любой отличный от того, что задействовано было по проекту. На самом деле они могут пересекаться с вашими основными какими-либо слоями, которые использовались ранее. Но так как фасад от планов это отдельная проекция, мы не будем застрять на этом внимании. 0,25. Континес 0,25. Следующий слой. Фасад 0,35. И сейчас буду с вами говорить, что это вообще такое, почему мы с вами используем эти толщины линий. Давайте сначала их просто создадим. Фасад 0,35. Цвет отличный от того, что использовалось по проекту. Толщина линии 0,35. И последний слой, который нам с вами необходим. Фасад 0,7. Цвет можно задействовать черный. Континес. Толщина линии 0,7. Итак, что же это за 4 слоя, с которыми мы с вами сейчас разработали? На самом деле, это первое, что слой под 0,5. Это слой основной. Контур нашего здания. Контуры крыши. Вырезы в крыше под вентоканалы. Контур вентоканала. Все основные контуры нашего здания. Изломы стен и прочее. Фасад 0,25. Это линии заполнения окон, дверей. То есть, как выглядит вообще архитектурно. Окно ваше или дверь. Крыльцо. Крыльцо всегда отображается тонкими линиями. Так же, как и балкон. Не забывайте. У нас с вами ссылка будет также находиться на нашем форуме. Для тех, кто заходит на этот канал, чтобы посмотреть что-то для себя новое. Для построения и моделирования. Контур нашего здания. Все контуры 0,5. Все остальное тонкими линиями 0,25. Это касается и импостов в витражах. Это касается заполнения окон, дверей. Это касается крылечек всех, ограждений и так далее. Я об этом еще буду упоминать сейчас при построении. Фасад 0,35. Это проемы. Если заполнение у нас 0,25. То есть, сам архитектурный вид нашего окна, либо двери. То проем под это все дело 0,35. Проем под дверь. Проем под остекление. Проем под гаражные ворота. Проем под окна. Все 0,35. 0,7. Слой фасад 0,7. Это слой для контура нашей земли. Земля по ГОСТу может использоваться для данного масштаба чертежа от 0,7 до 1. Вспоминаем. Я использовал 0,7. Поэтому будем дальше уже выполнять построение. Теперь что мы с вами делаем? Пока себя выключу. Делаем слой фасад 0,5 активным. Закрываем свойства слоя. Что я проделаю теперь? Опять же, два основных пункта. Первое. Я проведу первый отрезок. Да. Вам всегда нужно помнить, с какой стороны вы смотрите на свой объект. Я на свой объект буду смотреть снизу вверх. И снизу вверх буду выполнять проекции всех этих изображений. Не нужно отображать в зеркальном виде фасады. То есть, например, вот эту стенку отображать сразу же здесь. Разверните лучше изображение. И сейчас дам дополнительный комментарий. Иначе изображение будет зеркальное. То есть, вот я поставил эти планы. И сейчас буду их переносить. Первое, что делаю. Отрезок переношу. Контуры моего здания. Первый. Произвольной длины. Я его скопирую и разнесу по всем основным, в данном случае, проемам и контурам. Подо все. Я потом буду дополнительно вырисовывать все эти изображения. Крылечки я пока не затрагиваю. Вот у меня получилась линия куда-то уходящая. Что я сделаю? В произвольном месте прочерчу мой первый отрезок. Чтобы показать высоту моего этажа. Откладываю от любого граничного значения отрезок высотой 3 метра. Это высота нашего этажа. И отсекаю наш план. Я еще не землю указал. Вот это не земля. Это просто вспомогательная линия для построения. Теперь выделяю все, что нам не нужно по проекту. И обрезаю все, что по бокам мне не нужно. И все, что сверху сейчас, на данный момент, мне тоже не нужно. Что я делаю теперь? Я отсеку то, что мне не нужно из оставшегося контура. А конкретно, мне не нужна вот эта линия. Ее снизу отображение точнее. И вот эта линия. Я выделяю снова контур при помощи функции обрезать. Подрезаю все, что не нужно снизу. Дальше, что я делаю? Остались у меня теперь контуры только под проемы. Под окна и под дверь. Как я это выполняю? Я перехожу в слой фасад. 0.35 уже. Потому что для начала я буду отображать проем. И что я вижу? Что вот у меня, вот в этом участке, дверь. Соответственно, между вот этими двумя элементами мне нужно отобразить мою дверь. Тяну взгляд вверх. Вспоминаем то, что у нас с вами дверь. Высота ее нормированная. Высота ее по кирпичу тоже нормированная. На самом деле, стандартная высота двери 2.100 абсолютно подходит по кирпичу. Почему я буду часто использовать выражение? У нас с вами здание кирпичное. Мы должны, в отличие от газобетона, подбирать высоту элементов относительно кирпича. Поэтому мы с вами должны все это перепроверять. Стандартная высота двери 2.100 адекватно подходит для наших кирпичей. Итак, что я делаю? Отрезок. Тяну вверх 2.100. Замыкаю две линии между собой. Замыкаю вниз. П-образный профиль. Спомогательные линии могу уже удалить. Вот у меня проем под мою дверь. Это еще без дверного заполнения. Теперь осталось у меня еще два контура. Этот и этот. Что это у нас? Окна. Для построения окон что нам необходимо знать? В первую очередь мы подбирать должны подоконник. Опять же по кирпичу. Если вы обратите внимание в инструкции раньше, что у нас было по окнам сказано. У нас высота стандартная наша подоконника. А конкретно это 900 мм. Адекватно подходит 12 кирпичей. Первое, что мы должны знать, это подоконник. Второе, что мы должны знать и не забывать, это высота окна. Высота окна у нас подбирается кратно 150 мм, кратно нашего кирпича. Вы уже дальше будете для себя выбирать, какая высота окна у нас с вами будет относительно того общего вида по проекту, который вы уже для себя как-то отметили заранее. И сами же будете потом подбирать ваши окна. Я буду использовать стандартное окно 1050 мм. Меня это полностью устраивает. Итак, возвращаюсь на свой проект. Опять же в слое фасад 0.35 я сначала отложу подоконник для своего окна 900 мм. Прямо от пола. Поставлю первую линию. Дальше тяну вверх. 1050 мм. Так как у меня здесь нет излома никаких стен, я могу теперь уже эти две линии удалить. Вот мое первое окно. Второе, насколько я помню, по габаритам у меня точно такое же, поэтому я просто могу скопировать элемент с привязками. Вот контур основных элементов по моему фасаду завершен. По фасаду плана первого этажа. Что я делаю теперь? В том же самом ключе переношу все, что касается плана второго моего этажа. Перехожу в слой фасад 0.5. И переношу все, что касается плана второго этажа. Опять же линиями проекции вверх. Раз линия, два линия. Теперь уже могу копировать. Скопирую ее. Три, четыре, пять, шесть. Та же самая песня. Это линия пола. Соответственно, я могу ее отзеркалить, либо выполнить со смещением. Теперь уже снова три тысячи вверх. Выделить все необходимое. Обрезать сверху, чтобы мне глаза лишний раз не мозолило. Дальше что я могу проверить? Окна наши. Не совпадают ли они случайно с окнами плана первого этажа? Две четыреста, две четыреста. Две четыреста восемьдесят точнее. Замечательно. Я могу для отображения моих окон, либо повоспользоваться тем же самым пунктом, что было по первому этажу. То есть снова отложить подоконник, отложить высоту. Либо могу их скопировать. Главное, просто забазироваться по высоте моего подоконника. На самом деле я мог скопировать. Представить сначала к отрезку моего пола. То есть отсюда. И дальше уже выполнить смещение 900. Либо сначала поставить смещение 900. Скопировать окно с привязкой по угловой точке. Поставить окно вверх. Вижу, что оно немного мне не подходит. Но я уже здесь могу довести ее до необходимой формы. И ни на что не обращать внимания. Окна будут уже одинаковые. Потом скопировать еще раз. Построить второе мое окно. Оно точно такое же. Удаляю вспомогательные линии. Пока теперь крайние линии я оставляю на данный момент. Но на самом деле могу и удалить. Потом их просто перепостроить. Фасад 0.5. Возвращаюсь. И черчу. Дальше что мне необходимо. Есть ли у меня план первого и план второго этажа. Стенки внешние. То есть наружные стенки. Выполнены из одного и того же материала. То есть вспоминаем. У нас с вами может еще быть штукатурка. Они заделаны. Слой у нашей стены это 380 мм кирпич. 120 мм утеплителя. 120 мм облицовка. Архитектурный наш кирпич. Если вы хотите использовать еще и штукатурку. Не забудьте добавить ее в условное обозначение. Там где она преобладает по вашему этажу. Если вы ее не добавляете. То соответственно как мы делаем все это на наших фасадах. На наших фасадах. Если у вас одинаковый элемент. Ну они выполнены из одного и того же материала. Мы просто удаляем линию разделения поэтажную. Дальше что я буду делать. Я находясь в слое фасад 05. Тяну линии вниз. От плана первого этажа. Линию отметки пола. Первого этажа это отметка 0. А вспоминаем мы с вами при создании плана подвала. Либо на плане первого этажа. Мы ставили высотные отметки нашей земли. У кого в зависимости где располагается ваш гараж. Она разная. Я буду использовать стандартную 450 мм смещение линии на 450 мм вниз. Здесь у меня пройдет земля. И соответственно здесь же у меня и пройдет подвал. Я продлеваю этот слой. И меняю его на фасад 07. То есть это отметка уровня земли. И удалю все что мне не нужно. Так как у меня план подвала полностью повторяет контур плана первого этажа. Но вы помните стенки подвала у нас на 20 мм отличаются. На фасаде мы этого не увидим. У нас по сути дела стены подвала, которые на 20 мм будут выступать. Они у нас будут скрыты поверхностью земли. По сути дела мы стенку немного видоизменяем до земли. А ниже она пойдет на 20 мм. То есть вот здесь пойдет на 20 мм отступать. И увидим мы это только на разрезе на фасаде. Мы на это просто не обращаем внимания. Последнее, что мы с вами сделаем здесь. Так как у нас кирпич будет отличаться все-таки от плана нашего подвального либо цокольного этажа относительно нашего плана первого этажа. Мы слой разделения отметки 0 перегоняем в фасад 025. Пока теперь мы уже эту линию не трогаем. И на самом деле крышу я пока еще не трогал, потому что о крыше я уже более подробно рассказал о проекции крыши на предыдущем ролике. Вы могли его увидеть ранее на самом деле по нашему каналу. И ссылка на него будет опять же появиться в всплывающее окошко. Вот, что мы делаем теперь. То, что касается дверного заполнения. В первую очередь выделим нашу дверь и создадим из нее замкнутый контур. На самом деле можно было выделить и окна, и двери и создать замкнутый контур. Все вместе. Теперь, что мы делаем? Дверь. Мы будем рисовать внутреннее заполнение нашей двери. На самом деле она кратна 10 мм, вы подбираете, который вам будет удобно. Я буду смещать на 80 мм, минимум 60 должно быть. На 80 мм смещаю дверь внутрь. И перегоняю ее в слой, фасад 0.25. Это будет тонкая линия нашей двери. Дверного заполнения. Окна. Окна на самом деле проделаю то же самое. Смещаю контур внутрь, смещаю внутрь, смещаю внутрь, смещаю внутрь, смещаю внутрь. И перегоняю в слой фасад 0.25. Теперь мы, что мы с вами делаем? Мы должны показать в случае двери ручку дверную. А конкретно я смотрю, вот моя дверка. Обратите сейчас внимание. Вот моя дверка. Открывается она на себя, дверь является правой. Как определяется правая дверь, либо левая, какой вы рукой открываете дверь на себя? Вот здесь стоит человечек, и он открывает дверь правой рукой. Соответственно, ручка должна быть с левой стороны. И здесь мне нужно произвольно, нет особой привязки, в слое фасаде 0.25, просто показать ручку с той стороны, с которой она должна быть визуально, чтобы она была видна и читаема. Дальше, в случае наших окон. Окна мы будем с вами дорисовывать. У двери мы все, пока с вами остановились. В случае окон. Вот наше окно. Его можно оставить в таком стандартном виде, не заморачиваясь. А можем его немного улучшить и сделать немножко посложнее. Я буду рисовать заполнение моих окон, соответственно. Удалять все, что не нужно, и преобразовывать красивый какой-либо контур профиля моего окна. Единственное, что необходимо во всех проекциях, во всех изображениях, показать линию раскосов наших окон. Это касается и простого элемента, и сложного. А то немного ранее я сказал, что мы можем оставить окно именно таким образом. Нет, не забывайте, вот эти угловые элементы. Они нам потребуются для схем заполнения оконных, дверных проемов и витражей на самом деле. Поэтому вы можете оставить окно вот такого вида. Можете его усложнить. На самом деле усложнить можно как угодно. Еще дополнительно поставить, грубо говоря, форточку. Сейчас опять же. Вы его уже делаете произвольно, так как вам будет необходимо, так как вам понравится по вашему фасаду. Абсолютно, собственно, наручно подбирайте вид вашего окна. Теперь, с вашего позволения, здесь вместо обычного стекла я покажу, как проецируется остекление наше. Остекление. Сейчас я построю небольшое количество импостов. Окна, двери. Сейчас я найду молодого человека. Двери, окно. Энное количество импостов расставлю. Якобы, что у меня здесь вместо окна остекление. Для остекления нам с вами необходимо, я уже могу, после того, как я запроектировал проем под это все дело, вот у меня образовался проем. У меня по факту, вот он таким образом выглядит, и здесь у меня будет встроено остекление. Но давайте, чтобы для чистоты эксперимента, у нас с вами остекление идет от пола до потолка. Соответственно, мне нужно довести до линии разделения снизу. И эту линию нам на самом деле нужно удалить. Она у нас, как в случае гаражных ворот, не будет там располагаться. У нас чисто проем. По высоте мне тоже его нужно будет сместить немного. На высоту до моего потолка. 2,800 получается 50. 2,850. Здесь у меня будет от пола до потолка остекление. Это то, что касается остекления от пола до потолка. Есть случаи, когда остекление идет в несколько этажей, поэтому вы просто продлеваете. Здесь у меня будет показано остекление от пола до потолка. Теперь что я делаю? Переходя в слой фасад 0,25, я для каждого импоста должен перенести мою проекцию. Выделю эту линию и начну ее копировать. 1,2,3,4,5,6,7,8. Дальше что я сделаю? Обрежу то, что мне не нужно. На самом деле я мог это сделать немножко позже. Теперь что я сделаю? Сверху у нас должен располагаться такой же самый импост. Я этот импост единственное, что не привязывался. Как он у меня вообще 101 мм? По факту он должен быть кратен 10. Я сотку сверху отложу и построю нормальный импост. Сверху снизу у нас тоже должен быть импост. Немного некорректно привязываем. Но сейчас я это отредактирую. Теперь я начну вырезать все, что мне не нужно. Обрезать. Здесь обрежу. Здесь обрежу. Теперь что мы должны запомнить в случае нашего остекления? В первую очередь, какие у вас основные продольные либо поперечные импосты. Но также еще внутри нашего остекления я тоже могу ставить импосты. Уже дальше рисунок зависит от вашей фантазии, которую вы можете реализовать в данном моделировании. То есть вы можете, главное, делать их кратным 10. Я просто показываю для вида общего. Теперь что мне необходимо знать? Какие у меня импосты будут головные, либо они будут взаимосвязаны между собой. Я неспроста расположил три ряда. Сейчас покажу. Предположим, у меня будут продольные импосты головные. Будет выглядеть вот таким вот образом. Видите вот эту область? Может быть поперечные головные. А могут быть они взаимосвязаны между собой. Вы уже сами будете подбирать, какой из этих случаев вам понравится больше, как вы будете его реализовывать. На самом деле, крайние импосты лучше всего, чтобы они были всегда головными. Вертикальные и горизонтальные. То есть вы по факту в остальном контуре вырисовываете свое остекление. Но давайте везде проделываю, чтобы можно было это уже увидеть. Грубо говоря, внешний контур вашего остекления по проему – это коробочка, в которой будут встроены ваши уже все остальные элементы. Вот таким вот образом. Дальше уже внутри я уже вам сказал то, что разбирайтесь так, как вам будет необходимо. Я обычно считаю то, что наиболее адекватно смотрятся горизонтальные импосты. Кто-то может со мной поспорить и, соответственно, сделать вертикальные, либо соединить вообще их в единое целое. Ой, горизонтальные, вертикальные импосты. Вот таким образом отображение идет в вашей основной части по фасадам. То, что касается крыши. И то, что касается второй проекции. И то, что касается еще крыльца. Что-то еще многое оставил на рассмотрении. Наше крыльчко. Крыльцо всегда отображается тонкими линиями в фасаде 0.25. Тоже переносится все изображение нашего крыльца. Фасад 0.25. Переносим все граничные значения моего крыльца с одной стороны, со стороны другого фасада. Все ступеньки, которые вы отобразили, все это переносится. Что вам необходимо знать? Крыльцо у нас с вами на минус 20 мм отличается от нашего объекта. Соответственно, я построил вспомогательную линию, которая у меня будет еще смещена на 20 мм. Я ее сместил. Вот такое у меня получается пространство между дверью, небольшой порожек у нашей двери. Все абсолютно нормально. Дальше что? 150 мм наше крыльцо. Немного косо. Прошу прощения. Сейчас я включу активный режим морда, чтобы не запутаться. 150 мм. И дальше идет ступеньки ваши. В данном случае у молодого человека либо слишком маленький участок был для земли, либо он еще не знал, какие ступеньки у него будут по проекту. Поэтому сильно придираться к этому не буду. Граничные значения крыльца мне уже не нужны. Вот эта линия мне тоже уже не нужна. То есть вот у меня идет пока мое крыльцо. И оно на данный момент висит в воздухе. Вы можете его задекорировать декоративным кирпичом. У нас на форуме есть отдельная тема по этому поводу, что у вас должно располагаться под крыльцом, как должна отображаться его проекция. Я также сделаю чуть попозже, буквально через пару дней, инструкцию по тому, как делается ваше ограждение по вашему крыльцу. Посмотрю, сколько здесь расстояния до земли, чтобы можно было понять. 280 мм. И на самом деле по 150 мм подступенок. Значит, на самом деле здесь должно было быть две ступени. 150, а первая, либо последняя 130. То есть здесь будут две ступеньки. Что дальше для нормального построения? Я вижу то, что у меня ступени должны быть закруглены. На самом деле начало, конец закругления тоже можно показать, все это спроецировав. И получается то, что у меня первая ступень будет отображаться вот с таким закруглением. И идет расширение нашего крыльца по подъему. Крыльцо, опять же повторюсь, так же как и балкон, всегда тонкими линиями отображается. Вон такая будет проекция крыльца. По сути дела поднимаемся, поднимаемся на площадку. На самом деле эта площадка, опять же повторюсь, может быть задекорирована искусственным камнем. То есть вот здесь у меня никакого контура дополнительного я не увижу. То есть по факту мне нужно удалить вот эту линию. И с противоположной стороны проделывается все аналогичным образом. Ну давайте сразу проделаю, чтобы никаких вопросов уже не возникло. Вот таким вот образом. По сути дела поднимаетесь, и здесь будет задекорирована кирпичом штриховка поэт соответствующий. Я думаю, что данный урок будет полезен не только для моих студентов, а еще для тех, кто просто учится проектировать в автокаде. Если будут какие-то дополнительные вопросы, комментарии оставляйте под видео. Отмечайте, что как-то вам нравится или не нравится данное видео. Что необходимо добавить, о чем вы хотели бы, чтобы я рассмотрел. Что точнее, хотели бы, чтобы я рассмотрел в автокаде. Либо в рейвите. Опять же повторюсь, скоро появится у нас подкаст под рейви. Там будет более сложное моделирование. С которым вы уже будете постепенно знакомиться для тех, кому это интересно. А на сегодняшнюю нашу встречу я на данный момент заканчиваю. Чуть позднее будет еще более сложное видео по нашему фасаду и окончательному оформлению наших фасадов. Все это сможете узнать на нашем канале. Всем спасибо, что слушали. На данный момент это 35 минут. Достаточно объемное видео. И если что-то непонятно, задавайте комментарий. Я пересниму тот момент. Не стесняйтесь. Я здесь для того, чтобы вас научить тому, чего знаю. Либо тому, чего будет интересно вам. И, соответственно, для моего саморазвития это тоже будет полезно. Все. Всем спасибо. Не болейте. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok